здравствуйте друзья сегодня хотел бы с вами поговорить о наборе земного опыта тема впервые будет озвучена сегодня но люди которые трезво мыслят некоторые могли сами до этого дойти и вчера у меня четкое понимание пришло вот вроде тоже все понимаю понимаю но вчера прямо так осенило конкретно да и вот сегодня желание поделиться с вами появилась и так помимо выполнять свое выполнение своей энергетической программы до которые на тонком плане прописано человек еще должен набираться земного опыта на этой планете помимо земного опыта есть еще скрытое предназначение о котором мы никогда не говорим говорить запрещено человек до этого должен дойти сам и вот когда мы живем на этой планете душа она вселяется физическое тело 1 2 меняются кота на 1 у кого-то их несколько бывает периодически не меняется в теле и таким образом они набираются земного опыта то есть почему работы часто переписывают да мы должны своими руками ногами опытом мозгами постигать новые знания и нарабатывать новый опыт и расскажу об этом сегодня немного я заметил что последнее время у меня четкая картинка в голове на стала проявляться и анализируя свою жизнь до различной сферы жизни я уже пришел к определенному мнению да казалось бы да вот допустим есть финансы есть знакомые вроде вода которые могли бы это сделать будь то связано с автомобилем там да будь то связано с домом там да и так далее то есть например взять строительство дома да когда я строю дом я многие вещи не могу знать просто это колоссальная скажем так сфера строительства где соприкасается электричество вода бетонные работы кирпичные работы кладка земляные работы узнаешь об инструментах узнаешь о специалистах чем эти специалисты друг от друга отличаются начинаешь разговаривать большим количеством людей люди имеют разную квалификацию разный характер разные знания то есть разный подход ко всем и тебе с каждым из них нужно научиться общаться спуститься на их уровень для далекие от душевного развития попытаться понять как это все работает выбрать то что тебе нужно для твоего дома для твоей жизни да потому что при строительстве свой дом очень много разных вещей они все друг с другом связаны начиная от ландшафтного дизайна твоего участка да и заканчивая как выглядит дом и зачастую все это нужно сделать до строительства чтобы было четкое понимание да как все устроено и когда ты одного специалиста находишь на что-то делает 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 и понимаешь что все не то во первых он не может объяснить какие варианты бывают что для меня лучше подходит то есть большинство людей не умеют объяснять начинают врачей заканчивая там разными строителями дизайнерами потом рабочие приходят там этот дело-дел не понравилось плохо сделал там или еще что то и так далее то здесь набирается опыт об огромный опыт то есть чем больше объект тем больше опыт машина например да человек покупает машину есть люди которые просто покупают и просто ездят их вообще не волнует они не вникает я такой человек я люблю во все вникать люблю все контролировать да люблю понимать как что работает и так далее вот я езжу на машине мне надо знать какой объем масла в двигатель входит до тормозной системы там как часто надо менять там до фильтра там самому чему-то научиться самому что-то можно отремонтировать чтобы сервис не ехать так далее то есть что-то улучшить в этой машине потому что машины все стандартные завод не будет ставить самые лучшие детали потому что это невыгодно это дорого амортизатор пружины поменять там тормозной системы помощнее поставить и так далее то есть салон пережить То есть, когда машина приходит в твои руки, и она надолго приходит, естественно, нужно ее сделать под себя. И, естественно, вплоть до того, какие коврики должны лежать, надо вовсю вникнуть и так далее, пообщаться с разными людьми, попробовать одно, второе. То есть, это наработка опыта. В съемном доме, например, много становится на свои места, когда проходит время. Потому что жив в одном доме, в другом доме, все все равно разное. Допустим, электричества в одном регионе хватает, электричества в другом не хватает. Что надо делать? Генератор надо поставить. Какой генератор? Начинаешь разбираться в генераторе. Один специалист приехал, второй купил, не понравилось, продал, еще какой-то генератор купил. Обслуживание генераторов с кем иметь дело? С одним, вторым, третьим. Пока разберешься, пока выберешь нормального человека, который все это будет обслуживать. С водой то же самое. Проблема с водой, не хватает давления, грязная вода. В одном доме там большие фильтры ставятся, в другом доме не очень большие. В каком-то доме поменьше насос, в каком-то доме побольше насос. Где-то одни фильтры ставить надо, очищение. Где-то другие фильтры ставятся. То есть везде, в каждом моменте жизни нужно вовсю вникать. Если человек хочет сделать комфортные условия проживания, он должен вовсю вникать. То есть это опыт. Это опыт. И причем зачастую опыт за ваши деньги. Как бы вы зарабатываете, вы получаете эти деньги, потом эти деньги тратите на себя, на свой комфорт, на свою жизнь. Не важно, что вы делаете, что вы покупаете, вы все равно взаимодействуете с разными людьми в разных сферах. И чем глубже вы будете вникать в ситуацию, тем больше вы в итоге потом сэкономите и больше будете понимать. Если постоянно отстраняться от разных проблем, все это мужские дела, все это мужчина. А у вас мужчина или работает, либо у вас его нет, либо он еще кто-то непонятно, ему это неинтересно. То есть в любые вещи надо вникать. В телевизор, в чайник какой вы купили, еще что-то. Тут у меня, например, тоже случай был. С женой стали в магазине, выбирали чайник обычный подогрева воды. Ну и человек говорит, вот давайте возьмите вот этот чайник, который в 5 раз дороже стоит. И вот обычный чайник, они в принципе ничем не отличаются. Тот и тот надежный, только здесь может чуть свет горит, и он бесшумно работает. А сейчас я понимаю, что зачастую в сутки мы нагреваем воду раз 100, наверное, на кухне. И в это время, когда я прихожу есть или там работаю телевизор, я понимаю, что это некомфортно. Тем более, если ты наливаешь 1,7 литра в чайник, то он шумит, и вот эти 4-5 минут, пока он нагревается, я телевизор вообще не слышу. А это время драгоценное у меня. Понимаете, почему надо везде набираться опыта, быть осознанным человеком, пытаться во все вникнуть. Потому что потом это все может работать против вас. Во-первых, вы потратите деньги зря, да, может где-то сэкономите первое время, но потом просто проиграете в итоге. Будь то, что с духовным каналом, вот возьму свой канал, да, вот я пытаюсь в последнее время более глубоко какие-то темы поднимать, рассказывать. Когда мы начинаем духовно развиваться, у нас есть одни знания. После этого знания углубляются, да, после этого детализируются, после этого осознаются, откладываются, возникают новые вопросы. После того, как задаются сущностям, эти вопросы, они уже становятся более ясными, да, получаются ответы. Сначала общие ответы, потом более детальные. То есть сущности, вот чтобы вы понимали, да, почему я сегодня это все рассказываю на разных примерах, на своих примерах своей жизни, чтобы вы тоже понимали. И на примере канала. Потому что сущности дают дозированную информацию, дозированную. Сначала одну информацию дадут, так мы ее переварим, смотрят, как люди воспринимают на планете через наш канал. Потом еще дозированную дают, еще там прибавляется информация. У меня в голове какие-то пазлы складываются. Потом я начинаю в своих лекциях вам это рассказывать. Вы тоже начинаете на это внимание обращать, осознавать. Потом при просмотре многих лекций у вас могут какие-то вопросы быстрее меня возникнуть. Там многие пишут, а Роман, а вот этот вопрос там. И мы этот вопрос начинаем разбирать в ченнелинге. И так далее. Вот так наше совокупное, совместное с вами развитие идет на этой планете. И мы своими мыслями, своими действиями, комментариями, движениями, да, развиваем этот мир. И большинство людей пока что это еще не понимают. Но процесс такой. То есть сначала дозировано, вникаем, получаем информацию, углубляемся, получаем новые знания. Есть желание, сущности нам новые знания, о которых раньше не говорили или отказывали. Получили этих знаний, говорили, что вы не поймете и так далее. То есть все цепляет. Почему и руны вот такие сейчас в последнее время много стало появляться? Да потому что раньше об этом мы не знали. Сущности не хотели это говорить, давать эту информацию, да, хотя они, может быть, тоже существовали. Вот у нас не может быть фантазии такой, чтобы мы могли спросить то, о чем мы никогда не думали и чего не существовало до нашего времени. Никогда просто, да, до нас никто это не спрашивал. Поэтому, когда ты первый это все делаешь, и очень сложно это делать, потому что сущности тебе в голову не спускают правильные мысли, там, да, там, в медитации ты что-то можешь не понять. А когда вот в нужное время, да, вот это все приходит, это просто вот потрясное ощущение. То есть ты понимаешь, что ты все вот это прошел от и до, вот весь вот этот опыт, который, там, я получил, вы получили в своей жизни, да, если будете, как я сейчас детально, да, как я детально разбирать этот опыт, и вы поймете, что вы не зря потратили эти деньги, там, да, просто некоторые люди, да, до сих пор мыслят как. Вот я там построил дом, там, потратил деньги, что-то здесь не достроил, здесь это не получилось, там, все, вся жизнь плохая, там, все под откос, там, нервный стресс, там, или там еще что-то, человек, там, создавал семью, там, ошибся, еще что-то. Это ваша жизнь, это ваш опыт, понимаете, пусть он отрицательный будет, но это тоже опыт, да, вы получите драгоценный опыт, и в следующий раз это не будете делать, или уже в меньшей степени где-то можете ошибиться в этом направлении. И таким образом я анализирую всю эту ситуацию, очень четко сейчас стал осознавать, что сущности специально создают такие условия, что мы и я не встречались сразу с умными людьми, с грамотными людьми. Мы должны сначала встретиться с тупоголовыми людьми, да, там, с каким-то непонятным, с тяжелым характером, там, с людьми, у которых своя точка зрения, да, которую повернуть невозможно, да, и с этим человеком приходится работать. Мне важно, на стройке, там, в бизнесе, еще где-то, да, то есть это наше испытание. То есть вы должны это в штуке не воспринимать, а именно понимать, что это норма. То есть вы через таких людей получаете драгоценный опыт, хотя он, может быть, не прямой опыт для души, может быть, душа уже когда-то такой опыт имела, но вы все равно получаете косвенный опыт. И через этот опыт получаете уже другой основной опыт, потому что в этой сфере набрались знания, в этой, в этой, в этой, и потом вы осознаете, что вы хотите в жизни каким-то третьим направлением или десятом заниматься, как бы, да, или периодически менять, да, то есть когда мы постоянно меняем, мы в разных сферах набираемся опыта. Есть люди, которые, вот, доктор, например, да, и он всю жизнь, вот, кроме медицины, он больше ничего не знает, как правило, они вообще ни в чем больше не разбираются. Если кто-то хорошо зарабатывает, да, он может там еще хобби какое-то иметь, автомобили, там, еще что-то там, не знаю, дайвинг какой-то, как правило, они больше ни в чем не разбираются. И вот эти люди, ну, обладая поверхностными знаниями, считают, что они все понимают, а на самом деле нет. И вот я даже по себе знаю, когда, проработав много лет в медицине, переходишь совершенно в другие сферы деятельности, это очень тяжело мозг ломать, переламывать. Вот, как стать бизнесменом, там, да, там, как открыть свой бизнес. То есть ты понимаешь, что ты с нуля начинаешь чистое поле, как будто в школу пришел. И тем это интереснее. Главное, чтобы ты понимал, что ты хочешь это сделать, что ты это добьешься, да, у тебя есть желание, сила воли, ты идешь в этом направлении. И постепенно, постепенно, когда человек бьет в одну точку, человек нарабатывает опыт. Встречаются более правильные люди со временем, да, которые предоставляют более глубокую, более детальную, нужную информацию для вас. И вы сидите и осознаете, елки-палки, вот я два с полным года не могу себе в доме сделать нормальную воду, о которой я мечтал. Оказывается, буквально там сутки работы, и у тебя дом преображается, да, то есть, неважно, отключат у тебя воду там в доме на два дня, ты даже не почувствуешь, что у тебя воды не будет. Будет ли маленькое давление в системе, да, центральное водоснабжение, там грязь от соседей уже не будет ползти в твой дом, потому что насос засасывает стоит, и так далее. Только, столько нюансов. И четко приходит понимание, когда нужный человек попадается, нужные вопросы задаешь, он тебе рекомендует это поставить, это, хотя ты поменяв кучу сантехников, причем там с большим стажем, и ты понимаешь, что почему так вот, он же все знает, почему он всю жизнь работает, элементарных вещей не знает. Да потому что, вот он физику не знает, потому что он всегда так делал, всех все устраивало, а тут попался Рома, и он говорит, меня это не устраивает. И мы докопались до истины, почему там причина, почему там давления не хватает, почему грязь идет, почему это, почему то. И так в каждом направлении, да, куда бы я ни заглядывал, я стараюсь найти людей, которые бы мне помогли бы решить эти вопросы. И пока я сам читаю, ищу там, общаюсь, звоню куда-то, я набираюсь опыта, да, там, делаю какие-то ошибки, строители на стройке приходят за мои же деньги, да, делаю какие-то ошибки, я тоже набираюсь опыта, я понимаю, я вникаю. И потом, когда все это будет закончено, опять же сядем на ту же самую лавочку, я буду осознавать, что я эту всю школу прошел, я ее выполнил, мне хорошо, я получаю кайф от этой жизни, как бы, да, что я научился всему этому, у меня есть опыт. Я выполнил свою программу и основную, там, да, и косвенную программу. И таким образом с каналом то же самое происходит, да, вот я провел аналогии, там, да, строительство, там, да, автомобили, неважно, там, в медицине кто-то работает, либо сам изучает свой организм для человека, это новая сфера, да, он не врач, он изучает эту проблематику. И постепенно он погружается, он понимает, да, что медицина это все-таки не такая вещь, о которой надо свято верить с закрытыми глазами. И хотел бы сказать, ну, такую фразу, которая мне недавно еще им понравилась, ну, как бы, я всегда это знал, но, посмотрев, пересмотрев фильм «Побег», да, и там Шераснеггер со Сталлоне убегают из тюрьмы, там, вторая часть, третья есть, вот в первой части есть доктор такой, да, вот на корабле в тюрьме, там, плавающий. И когда Сталлоне приходит, ему доктор, ну, начали откровенничать, там, Сталлоне ему что-то там спрашивал о помощи, и доктор ему говорит. И вот эта фраза просто золотая, просто вот слова, которые просто нужно написать с золотыми буквами и повесить над кабинетом каждого врача. И вот этот доктор с Голливуда говорит, то есть это такая подсказка прям, да, как будто вот от тех, кто правит миром. И он говорит, я назначаю вам лекарства и назначаю пациентам лекарства, о которых я очень мало знаю, назначаю против болезней, о которых я еще меньше знаю. Назначаю тем пациентам, о которых я вообще ничего не знаю. То есть это показывает суть полностью всей медицины, понимаете. То есть мы всегда лезем туда, пытаемся изменить, о чем мы даже подозревать не можем, что так все это работает, так все устроено. То есть мы живем на планете, пытаемся ее изменить, изменить горы, направление рек, климата и так далее. И мы не понимаем, для чего это все нужно, как это все работает, кто нами управляет. И мы пытаемся менять овощи, фрукты, гены менять, себя менять, окружающее пространство. Мы не понимаем, к чему это все приведет. То есть мы как обезьяны с множеством гранат. И вот это самое-самое опасное. И вот этот опыт, он очень-очень бесценен. То есть сущности создают такие условия, чтобы мы проходили через это все. Чтобы мысли приходили именно тогда, когда вы будете готовы к этим мыслям. Приходит понимание нашей информации только тогда, когда вы готовы воспринять эту информацию. Если вы не готовы, вы будете писать глупости какие-то в комментариях. В лучшем случае умные люди ничего не будут писать. Просто будут слушать до тех пор, пока либо откроется новая планка для вашего развития, либо просто уйдут на другие каналы. То есть если человек что-то не понимает, это не значит, что этого нет. Или больше всего, когда люди спорить начинают. Сыроеды, кто голодал много. И те люди, мясоеды особенно, любят спорить. То есть они не пробовали ни веганство, ни голодание. Уже спорить начинают. То есть ты сначала сам пройди это все, а потом спорь. Знания нет, но зато спорят. Так же и здесь. Когда вы не контактер, когда вы не обладаете знаниями, когда сущности вам не открыли новую планку, скажем так, восприятия информации, до тех пор вы будете всегда находиться на том уровне, смотреть те каналы, которые дают ту информацию, до которой вы дозрели. И вообще жизнь такая интересная штука получается, что просто глаза открываются у меня чуть ли не с каждым днем. Хотя и с сущностями очень много общаемся, и в последнее время очень много ченнелингов снимаем. И я поражаюсь, как все устроено, как все работает. И зачастую мы обросли такими мифами, чтобы вырваться из этих мифов, нужно куча-куча видео снять. То есть нужно куча-куча, чтобы людей было с нами вместе, чтобы она переварила эту информацию, распространяла информацию. И вот чтобы все это сломать, нужно очень-очень много времени. Причем многие люди, они как бы, ну, моя хата с края ничего не знаю, вроде я смотрю ваш канал, ну, как бы не участвую в этой жизни. Я там сижу где-то в уголке, чтобы никто не знал, как бы, что я с вами. Ну, и таким образом мы все долго будем развиваться. Но закончу на позитивной ноте, что при осознавании всего этого получается какой-то кайф. То есть получаешь именно кайф от жизни, такая доза счастья. Что ты это смог сделать, ты это понял, да, ты это прошел, как бы, да. И если бы вокруг нас все люди были более-менее такие развиты, то мы реально все бы счастливыми людьми были, поверьте мне. У нас бы все закончилось сразу в один миг, да. И полиция не нужна была бы, ничего не нужно было. Проснулись бы уже в новом мире совершенно. Вот на этой ноте я заканчиваю. Пишите свои комментарии, делитесь своими ощущениями по этому поводу, по поводу этой информации, которую я сегодня рассказывал. Я думаю, что многим будет интересно. Удачи, всех благ, побольше энергии. До свидания.